2014 год характеризуется навал списком такими параметрами со стороны мятежников, первосуществивших государственный переворот. 22 февраля 2014 года было огромное количество средств массовой информации. Помимо титульных, которые им явно подыгрывали, это все Пинчуковские каналы, это, естественно, Коломойские каналы, это Левочкиновские каналы, появилось еще огромное количество меленьких каналов, там типа Громадская ТВ и так далее, и так далее. Был ресурс, который был направлен на то, чтобы машина информирования, поток вот этой вот информации, модулированной западными ценностями, почти как в боевом уставе, превышал поток обратный в десятки раз. Тогда, в общем-то, любая атака увенчается успехом. В свое время в Киеве я обращался и в офис партии регионов, и ко всем функционерам с предложениями относительно того, как переиграть вот этот вал, массив информации, который идет оттуда и который заряжен большими деньгами. Ничего не получилось. Бюрократия даже не только в государственных структурах, но и в партийных. Она больше занята тем, чтобы никто не пришел чужой, не отжал ресурс от них, поскольку они плохо выполняют функцию, и они об этом знают, что они плохо выполняют функцию. И, в общем-то, они держат круговую оборону, чтобы, не дай бог, новые идеи не появились. Прошел весь 2014 год. По большому счету, в информационной политике не поменялось ни хрена. До сих пор Украина, оккупированная прежде всего идеологически, которая вещает своими киевскими каналами на всю территорию, и при этом запретила вещание русских каналов, которые частично доносят обратную точку зрения, вот в этих условиях Украина, как страна, которая сейчас контролирует 30 миллионов голов населения своего, она не позволяет у себя на территории никаких альтернативных точек зрения. Но вопрос-то не об этом. Вопрос о том, что Украина другая. Другая Украина, которая не согласна ни с государственным переворотом, ни с вмешательством Запада во внутренние дела Украины, ни с финансированием через неправительственные организации всего этого вала СМИ, журналистов продажных и так далее, и так далее. Но до сих пор это другая Украина. Не буду называть фамилии, хотя там от президента бывшего и до некоторых донецких аллигаторов не сделала ничего, чтобы вот по боевому уставу, по положениям боевого устава хотя бы уравнять потоки информации, хотя бы создать какие-то средства массовой информации, которые бы, пусть не через эфирные каналы, через интернет, который сейчас есть почти в каждом доме, а те дома, которые нет, они все равно пользуются сарафанными радио и слухами, люди пересказывают то, что сейчас происходит в интернете. Так вот, есть достаточно небольшое количество сайтов, которые имеют антибандеровскую направленность. Эти сайты, естественно, держат в определенном смысле поляну, но по уровню качества контента, по количеству контента, по количеству воспроизводимых ток-шоу, фильмов, идей и, самое главное, персон влияния, которые в этом кадре появляются, даже рядом не стояли с тем валом, которые устроили американцы на Украине. Я опять же подвожу к тому, что всем остальным украинцам, которые не разделяют идею бандеризации, нужно побеспокоиться об информационной работе с населением Украины, потому что это, только это уменьшит меру кровавости предстоящих событий. Не только градами, не только котлами, не только обстрелом городов, либо блокпостов, либо войск, а прежде всего работой с украинским населением, которое 24 года было изолировано от русского мира идеологически, находилось под влиянием западного мира идеологически, и уже сейчас, в условиях войны, мы идеологически не делаем практически ничего. Встает вопрос, что делать? Цели, цели огласите. Такое чувство, что цели не оглашаются только потому, что среди другой Украины, назовем ее так условно, до сих пор не сформулировались эти цели, до сих пор не сформулировалась стратегия, как будет называться новая переучрежденная Украина после окончания государственного переворота, когда Турчинов, Порошенко, Яценюк либо будут ликвидированы, зачищены своими кураторами, либо побегут, либо сядут. Как мы будем строить новую страну? Вот это только озвучьте, покажите, сравните с тем, что есть сейчас, и уже информационная работа изменится на порядке, потому что не воевать с народом Украины нужно, а нужно его обратить в своего союзника, тогда он прежде всего да и скинет эту хунту, которая так уже всех достала, если говорить честно.